В Москве выясняют причины пожара, которые называют крупнейшим за четверть века. Горел один из корпусов Тушинского машиностроительного завода. Пятиэтажное здание, оно использовалось под склады, было полностью охвачено пламенем. Стена огня и едкий дым. Неподалеку жилые дома. Жертвы пострадавших удалось избежать. С места событий репортаж Тимур Сиразиева. Огромное зарево видно издалека. Клубы дыма становятся все больше, превращаются в черную густую пелену. Воздух пропитан едким запахом. Я увидел небольшой дым, а после него последовал большой взрыв. Искры большие и огромная куча дыма. Горит склад с бытовой химией. Площадь пожара огромная. 15 тысяч квадратных метров. Это 150 соток или площадь двух футбольных полей. Пожар уже назвали одним из крупнейших в столице за последние годы. Горящее здание примерно в 100 метрах от дороги на территории завода. Видно, что нет верхних этажей. Они обрушились. Жилые дома с другой стороны улицы. В момент обрушения сняли многочисленные очевидцы. Тушинский машиностроительный завод занимает целый микрорайон. Он был одним из самых больших предприятий авиакосмической отрасли. В середине 80-х на нем собирали бураны. Когда огонь только разгорался, в интернете появились сообщения, что там якобы может быть склад боеприпасов. Но никаких снарядов не было. Завод практически реконструируется. Все под офисы с данной склада. А вы раньше там работали? Да. Гальваника. Из-за угрозы нового обрушения здания пожарные внутрь не заходили. С огнем справились за 5 часов. На месте происшествия работала и лаборатория, которая следила за содержанием в воздухе вредных веществ. В 20 часов 40 минут в Центр управления на кризисным ситуациях поступило сообщение о пожаре на Тушинском машиностроительном заводе. Через 5 минут уже первые пожарно-спасательные подразделения были на месте. Объявлен был номер пожара повышенный. По данным нашей лаборатории, угрозы здоровью людям ничего не угрожает. Тем не менее, жителям района Южная Тушина пришли предупреждающие СМС от МЧС. В связи с пожаром движение автотранспорта по улице Новопоселково затруднено. Возможно, задымление ближайшей территории. Закройте форточки и окна. Столь значительный масштаб возгорания, по словам пожарных, связан в том числе с действиями сотрудников склада. Его охранники сначала пытались потушить огонь своими силами и вызвали спасателей только через полчаса. По одной из версий, пожар возник из-за короткого замыкания. По другой был взрыв бака с бензином. Выяснять все обстоятельства происшествия предстоит дознавателям. Тимур Сразиев, Кирилл Кушнев, Первый канал.